Всем привет! Сегодня у нас будет совсем другое видео, которое не будет посвящено цифровому, спутниковому телевидению, а будет у нас сборка недорогого бюджетного системного блока для офисных задач, для домашних каких-то нетребовательных задач с бюджетом не превышающим 20 тысяч рублей на текущий момент, на 2024 год. Вообще, если забегать и возвращаться назад, то сборки, ремонт компьютеров этим я занимался еще гораздо раньше, чем начал заниматься спутниковым телевидением, цифровым потом телевидением, видеонаблюдением. То есть это, ну, не знаю, с компьютерами опыт общения уже более, наверное, 20 лет. Итак, у нас бюджетная сборка. Собираться она будет на сокете, как вы видите, уже М4. Здесь мы поставим бюджетный атлончик 3000G, которого, в принципе, хватает для офисных задач, для каких-то мультимедийных задач, домашних задач. Можно даже поиграть в какие-то нетребовательные игры, хотя я пробовал даже запускать на них танки. Они идут беспроблемно. У нас будет, еще видите, конечно, в интернете полно всевозможных сборок. И я думаю, мне напишут кучу сообщений, что можно было взять что-то другое, еще дешевле. Но мы берем все-таки, наверное, бюджетный компьютер, начального пусть будет уровня, бюджетный ПК, системный блок. Но с возможностью апгрейда, то есть у нас плата на 450-м чипе, туда можно поставить райзен и хоть пятого поколения она будет работать. У нас депку с сертификацией 80+, и мощностью 350 Вт, что, в принципе, можно поставить, будет с процессором неплохую видеокарту, он ее потянет. Там куча разъемов, чтобы подключить любую видеокарту. Один модуль оперативной памяти 8 ГБ DDR4, 2660 частоты от компании Patriot. 3200 я не стал брать, потому что уже шел бюджет. И, в общем, Patriot я беру постоянно, и с ней не было проблем. Можно было посмотреть на какой-нибудь AMD, оно было дешевле, но на них большой процент брака. Также у нас будет твердотельный накопитель на 240 ГБ от Silicon Power. Тоже скажете вы, почему бы не взять диск NVMe M2, поставить в плату, там есть такой разъем. Опять же, бюджет это будет чуть подороже. Плюс, вот в такой комплектации было собрано, наверное, больше двух десятков ПК, которые работают стабильно, где я ничего не менял. Даже, честно говоря, пыли не прочищал, ни разу не ездил, потому что не было жалоб. Но вот с маленькими дисками, если брать бюджетные диски, особенно каких-нибудь производителей, там типа Kang Spets, Netac, такие бюджетные, то меняли. То есть, ну, сдавали, да, на гарантию, там также три года гарантия, ровно как и на этот диск. Но вот эта вот замена, это опять переустановка операционной системы, какие-то данные человек может потерять. Все-таки обычный накопитель, даже Silicon Power, он работает без нареканий. У него большой ресурс по перезаписи, точно не помню сколько, я добавлю ссылки на характеристики. Все это покупалось в ДНСе, то есть и сейчас есть в наличии в магазине. На момент покупки всего этого, плюс корпус, он здесь рядышком у меня стоит, потом на стол его положим, не влазит. Вот, обошлось мне там 19 тысяч 50 рублей, что-то такое. Итак, много было слов, давайте ближе к делу. Первое, конечно, давайте начнем с того, да, что вот процессор вот так вот продавался. Продавец его выносит вот в таком виде. Не было ни вот синий, там, да, такой есть, есть такая у них синяя упаковка. В нем просто лежит там на резиночку примотанной. Слава богу, я вам говорю, спасибо вам большое, что вы не наклеили сюда этикетку, как вы любите. Потом нужен бензин, сидишь это все, оттираешь, чтобы поверхность была обезжирена. Ну, соответственно, вот так вот его вынесли, сразу же вы проверяете ножки, прямо обязательно. Внимательно смотрите, пробуйте вставлять в сокет. Я вот обычно, если иду покупать, то сразу беру с собой запасную вот эту, контейнер, который там с Алиэкспресс, например, остался от процессора, или еще от старого процессора, потому что вот так вот выносят. И все, приходится либо вставлять его в плату, либо аккуратно нести его до дома, потому что согнете, не дай бог поломаете ножку. Ладно, это будет, если край, еще можно отремонтировать, но это стоит уже немаленьких денег. А если это будет где-то центр, это все паять, и еще не каждый сервисный центр мастер возьмется заменить. Вот так вот. Потом, естественно, вы проверяете, были случаи, когда материнскую плату мы забирали, она была откровенная БУ, коробка, все. Видно было, что она установлена и работала. Обычно наличие ломбы вот этой не вскрытой, здесь я уже скрывал. Поэтому она легко отстегивается. Понятно, скрывали лифт эту плату или нет. Обычно видно, когда прикручивали, то здесь такие на местах, где крепится болтиков, видно, что немножко срез этого олова, который здесь вокруг сделан, оно будет... Ну, видно, что ее устанавливали. Здесь все нормально, плата новая. С платы мы сразу достаем все, что нам нужно с коробки. Саташный провод, их здесь два. Последние моменты платы попадались, где провод был один. Уже задняя планочка. Диск с драйверами. Диск с драйверами. Сейчас он... Дисковод это нет, как правило, в компьютерах. Но иногда меня просят устанавливать дисководы. Есть такое дело. Убираем эту сторону. Открываем. Нам нужен будет один провод. Возьмем провод, у которого разъемы прямые. Тоже покажу, для чего. Лишнее опять со стола убираем. Так. У нас наш диск. Он вообще должен открываться вот здесь легко. Чуть так нагибаем. Без всяких ножей. Ничего не надо резать. Достаём диск. Коробку в сторону. Диск у нас полностью в пластмассе. Для теплоотвода это, конечно, плохо. Но ничего с ним особо не должно быть. Память тоже здесь ничего не заклеена. Достаём модуль. Модуль, заметьте, 1 на 8 гигабайт. Повторюсь, мы вкладываемся в бюджет. Тут он мне там напишет, надо было взять 2 модуля по 4 гигабайта, чтобы в дуале память работала быстрее. Я понимаю, я с вами согласен. Но на будущее, чтобы под апгрейд и не менять 2 модуля по 4, всё-таки возьмём 1 на 8 гигабайт. Потом можно докупить, поставить. Он сейчас стоит где-то 1700, что ли. Модуль такой же. Никаких разгонов памяти ничего мы делать не будем. Собираем обычный стоковый компьютер. Система охлаждения. Тоже одна из бюджетных. То есть обычная, обыкновенная. Алюминиевая. Ох ты, ох ты. Смотрите-ка. А я не вскрыл, не посмотрел. А оно у нас погнутое. Вот так вот. А надо было открыть пломбу и посмотреть. Ну вот видите. Такое тоже бывает. Казалось бы, да? Повторюсь, не первый год и не первый компьютер был собран. Но вот охлаждение не открыл и не проверил. Понадеялся, что есть пломба заводская. Значит, охлаждение находится в хорошем состоянии. Оно у нас получается погнулось. Но, в принципе, особо на обдув данного процессора это не повлияет. Можно было бы, да, тоже там начнуть горечь. Надо было взять башню там, которую можно купить и за полторы тысячи рублей. Но на будущий апгрейд. Но для этого процессора, даже в принципе, для какого-нибудь 65-ваттного процессора, ну, будет тяжеловато, но если сильно не гнать, то он будет вот этот брусочек алюминиевый охлаждать. В комплекте у нас термопаста. Ну, возьмем ее. Как бы мы не вкладывали деньги для покупки какой-то термопасты другой. Просто возьмем ту, которая идет в комплекте. Снова лишнее убираем. В принципе, здесь можно на месте поставить в плату процессор. Тоже здесь никаких нету особенностей по установке. Здесь нарисован треугольник. В верхнем левом углу треугольник у вас нарисован на процессоре. Открываем эту ножку. Вот так вот. Ставим. Он должен идеально сесть. Все. И закрываем обратно. Готово. Модуль памяти кому как удобно. Можете в первый, во второй слот вставлять. Сейчас это особой разницы нету. Заряжки особо не было. Ну, там кто-то писал, что может там в одном не заработать. Во втором, например. Все. Всегда работало прекрасно, как правило. Блок питания. Снимаем полиэтилен. Здесь хороший защитник спирит. Полиэтилен. Защищает корпус. Блок тяжелый. Весистый. Это, конечно, тоже бюджет. Один из самых бюджетных ПК, который... Ой, ПК. Блоков питания, по-прочтому. Который есть у нас на рынке. Но более-менее он надежен. По крайней мере, за года, который он выпускается... Сейчас уже не вспомню, с какого года. Но я его покупаю, наверное, уже... Ну, как минимум, года три. Раньше, конечно, брали бюджетные аэрокулы. Но это сейчас такое... Откровенное Г производят. Просто, дай бог, они отрабатывают гарантию. Характеристики по мощности заявленные они вообще, мне кажется, там не соответствуют. Цена, в принципе, дешевле, но не сильно качественная. Депкулы более-менее. Здесь есть весь набор для подключения. У нас видеокарта, имеет два разъема по 8-пин. У нас 8-пиновое питание процессора. Основная коса для материнской платы. Куча саташных разъемов для подключения. То есть, в нем есть все, что нужно. Так, теперь бы нам это все в сторонку. И дело подойдет к корпусу. По максимуму сейчас это все дело уберу. Так. Стол маленький. Их вообще для этого не предназначен. Там, возможно, в будущем, если я буду эту тему дальше поддерживать по каким-то сборкам, что-то будем переделывать, чтобы было видно в большем объеме, что происходит на столе. Теперь корпус. Это был бюджетный ДЕКСП. Такой синенький. Цена 1750 рублей. Он, ну, таких не сильно больших размеров, но в него можно поставить любой формат материнской платы. Это важно, потому что, кстати, платы поменьше, да, стандартная микро-ТХ. Есть у кого-то платы АТХ-овые. Так, что-то, болтики хорошо прикручены. Сейчас мы их попробуем. Так, сразу убираем. Это одна крышка. И болтики убираем со второй крышки, потому что нам надо прятать провода. Было красиво. Конечно, крышка не стеклянная, особо никто не увидит, но порядок в проводах это неплохо, когда все проводами парят. И основные провода спрятаны будут. Их у нас в блоке много. Крышки отстегиваются легко. Первая крышка. Вторая. Опа, тоже, видали, вмятинка. А, хотя пломба была ДНС-ская на месте. Опять косячок в сторону ДНС. Ну, благо, корпус фольгированный. Компьютер будет стоять в офисе, внизу, особо никто не увидит. Вот внутри, вот такой вот у нас, столько вот у нас места. То есть, в чем плюсы этого корпуса? Это можно установить сюда, для того, чтобы воздух у нас попадал сюда получше. Здесь, сбоку корпуса, есть вот такие прорези для забора воздуха с обоих сторон. Тоже удобно сделано. Потом сюда можно установить вот раз, два, три, по-моему, с тыльной стороны сюда, в четыре SSD накопителя. Также можно прикрутить обычный диск. Вот здесь вот есть отверстие для трех с половиной дюймового диска, большого, жесткого. В комплекте у нас будут болтики для монтажа. Сразу говорю, болтиков здесь очень мало. Почему-то ДНС экономит. И по части болтиков для крепления материнской платы SSD диска, я не помню точно, как называется размер, умничать не буду. Вот их здесь тика-в-тику, то есть все высыпать, то у нас останется много болтиков для крепления блока питания, например. Но вот SSD для SSD, для материнской платы будет вот точь-в-точь. То есть, захотите добавить второй диск, болтики будете докупать, либо искать со старого кого-то оборудования. Вот эти вот крепления на проволоку, никогда я их не выбрасываю, они вам еще пригодятся здесь для монтажа проводов. У нас здесь будет только USB 2.0 на передней панели, тоже бюджет, то есть брать USB 3.0, это переплачивать даже за ДЭКС-поский корпус минимум 500 рублей. 3.0, ну, может быть, да, скорость, там, выше, все такое, но у нас есть с тыльной стороны. И вообще, по идее, когда мы собираем тот же компьютер для офиса, нас прямо очень-очень часто просят отключать передние порты, потому что, чтобы не вставляли там свои какие-то флешки, еще что-то, в общем, очень частая просьба. Провода, вот эти, которые у нас, мы сразу же уводим назад, чтобы они у нас ушли, благо здесь отверстий много, они у нас прошли по внутренней части корпуса, не было их видно, и выскочили там, где уже они будут нужны к материнской плате. Еще одна причина, почему я беру под микро-АТХ-овую плату большой корпус под стандарт АТХ, потому что плата встанет сюда, до этого места, и здесь как раз будет куда установить, вывести точнее провода аккуратно, не здесь где-то, а вот именно здесь. Больше свободного места, больше поступающего воздуха, соответственно, меньше нагрев. Конечно, процессору тут особо нечем нагреваться, но у нас есть диск, у нас есть охлаждение самой материнской платы, которая тоже может перегреваться в каких-то случаях. Вот здесь обязательно отгибаем вот эти вот все места, потому что они могут упереться в разъемы материнской платы, загнуты они были, может, производителем, либо при транспортировке. И вставляем нашу металлическую заднюю планку, там как-то тоже ее по-умному называют, но я говорю, умничать не буду. Материнская плата. Вот об этом я и говорю, мешает. Так, стало вроде бы нормально. Вся по пазам. Отвертка у меня для прикручивания будет обычная, никаких там аккумуляторных отверток. Единственное, я ее стараюсь намагничивать, чтобы болтики в ней были намагничены и они застревали. Здесь кому как удобно, произвольно. Обычно один-два болта прикручиваете для того, чтобы попасть потом в остальные, проверить, что все сидит четко. Не путайте здесь, конкретно в этом корпусе, на камеру я не покажу, болтики идут с мелкой резьбой, то есть не с крупной, для крепления материнской платы, как для крепления SSD диска. То есть попытаетесь сюда вкрутить крупную резьбу, во-первых, она будет крутиться тяжело, во-вторых, либо вы сорвете посадочное гнездо, которое идет на материнской плате, придется этот пятак искать, потому что в комплекте их больше нет. И они, кстати, здесь изначально заводом-изготовителем установлены точно под размер платы micro ATX, то есть не под ATX-овую плату. Крепите, старайтесь на все болтики, но если вам вдруг не хватает этих болтиков, ну, можно там с середины парочку забрать, если, тем более, не будет видеокарты, а у нас ее здесь не будет, потому что в процессоре встроенная графика, и можно будет оттуда, если что, взять. Вот один болтик, он просто не идет. Здесь либо посадка кривая, может быть, руки у меня кривые еще, дело тоже такое бывает. Нет, вот болтик вот сюда вот сел. Скорее всего, вот эта посадка с резьбой что-то сделали не так на заводе. Бывает такой брак. Ну, сейчас еще попробуем, может быть, что-то пойдет. Нет, она не залазит туда, не залазит туда, не пойму. Сейчас внимательно посмотрю, почему она у нас не залазит. Да, потому что посадочка у нас кривая. Сама посадка кривая. Ну, значит, мы ее трогать не будем. Нет, не выпрямлять сейчас бессмысленно. Конечно, я потом переделаю, но на камеру это будет все долго. Сам факт, что мы материнскую плату установили. Теперь, наверное, блок питания. Так как, повторюсь, коса этого блока питания большая, разъемов на ней куча, то сначала обычно я пропихиваю все эти разъемы с отельную часть корпуса, и потом нужные мне разъемы вывожу уже туда, куда их нужно будет подвести. На камеру особо видно не будет. Вот с этой стороны чуть-чуть. Вот так вот они у нас выскочат. Все. Все провода у нас оказались с тыльной стороны корпуса. Блок питания садится практически идеально. Его нам надо будет применить. И вот здесь вот уже... Я, конечно, вот сейчас немножко извращаюсь, чтобы вам просто показать, потому что на камеру плохо видно. Так бы это все было проще гораздо, когда собираешь на более удобном столе, либо, так сказать, чтобы не попадало под объектив. Здесь тоже все садится идеально. Крепим на 4 болта. Эти болтики, наверное, можно не экономить, если только вы не будете ставить диск 3,5 мм. Там еще 4 понадобится таких, если вдруг не будет хватать. Но я уже очень давно, прямо очень давно не ставил диски 3,5 мм именно в ПК. Там регистраторы видеонаблюдения, да, это золотое правило, что там должны быть у нас диски большого объема и большого формата. Можно, конечно, ставить SSD, но не целесообразно, потому что перезапись будет идти постоянно. Там даже диск на 500 гигабайт SSD, у него там 240 терабайт перезапись. 240 терабайт перезапись, это в среднем, наверное, год-полтора работы в регистраторе. Теперь у нас тыльная сторона. Разъемы. Так, удобнее, чтобы выжить на все. Вот так вот. Здесь у нас разъем USB, звук и разъемы кнопок индикации мы отправляем вот сюда. Ну, наверное, дежурно. Вот почему я говорю, не выбрасывайте вот эти вот проволочки, они нам пригодятся. Здесь мы дежурно, пока что временно, зацепляем. Здесь есть вот за что зацепить зацепчики. Если у вас сильно она большая, можно сюда, в принципе, и блок питания зацепить какие-то лишние провода. Потом, что у нас касается всевозможных кос. Пошло питание для процессора, его мы возвращаем обратно, сколько надо, затягиваем, там подключаем. Основная коса у нас тоже заходит, наверное, вот сюда и идет к материнской плате. Теперь переворачиваем это дело. Перевернули. Получается, вот она наша коса. Западает с язычками. Спокойненько, без напряга, никаких щелчков не должно быть, просто она до упора встает и все. Потом у нас питание процессора. Здесь 4 пин и вот смотрите, можно, конечно, так видно, можно вот так вот разъединить и 4 просто задействовать. А можно просто воткнуть язычком вверх, который открывает и оставить эти 4 рядом, пусть они рядышком стоят. Есть, да, материнская плата, где питание идет все, фазы задействованы, но, повторюсь, бюджет, поэтому особо более дорогую мы не стали покупать. По разъемам. Здесь у нас аудиоразъем вы никак и USB не воткнете, ровно как и наоборот. И у нас немножечко не хватает разъемов. А не хватает у нас их почему? Потому что мы поставили вверх провода вот здесь. А нужно было провода отправить чуть ниже вот в этот вот разъем. Тогда их хватит, чтобы провести и спрятать их там, где они должны выскочить для красоты, так сказать. Да, понимаю, видео будет долгим. Я вот молчу про установку операционной системы. Не знаю, писать, не писать. Данное видео сюда добавлять наверное. Наверное, сделаем, но в такой более сокращенной версии. Возвращаемся, отправляем туда. не показываю, как это все происходит. Возвращаемся к плате. Вот теперь хватает всего. Лишнее, конечно, мы потом за корпус спрячем. Здесь у нас аудио, повторюсь, в USB вы не моткнете, ровно как USB в аудио. Потому что разъемы разные. Каемочкой свободной ищем, где пустота. Такая же каемочка на плате. USB, где вам удобнее, они подписаны. На камере плохо видно, но они подписаны. Ровно как и подписаны провода, по которым подсоединяются у нас кнопки управления. Вот здесь вот. То есть у меня сейчас кверх ногами, но здесь на самом деле все по стандартной, как я говорю, схеме подключения. Сначала вы подключаете, ну если мы смотрим, давайте развернем, попробуем. Все равно видно плохо. Ну допустим у нас здесь 8 пин. Крайняя ножка, крайняя ножка у нас вот эта нижняя, это как индикация, грубо говоря, у нас идет сначала первые, верхние две, это питание. Под ним под питанием клавиши рестарт. Рядышком мы берем само питание, индикацию включения светодиода. Ближе к первой кнопке идет у нас всегда минус, в большинстве случаев минус, потом идет плюс, они раздельны, и питание жесткого диска, индикация работы жесткого диска. Также минус идет ближе к клавише, которую поставили, плюс идет уже левее. Ну вот как-то так. Лишние провода мы затягиваем, убираем. так, мы с вами не поставили диск SSD. И здесь, почему я как раз покажу этот разъем саташный, я взял с обоих сторон, чтобы он был плоский, который был в комплекте. Для начала ставим диск. Диск мы ставим, чтобы корпус у нас был с той стороны виден. Название, а с этой стороны мы вкручиваем к нему четыре наших оставшихся болтика. Диск тоже как бы он не жесткий диск, нету никакого внутри диска, который боится вибрации, поэтому здесь кто-то крепит на два болтика, кто-то вообще когда заменяет старый на новый просто бросает его, он там работает. Это конечно немножко неправильно, потому что не любят диски особенно сейчас вот эти разъемы на них которые устанавливаются они просто могут сломаться и вот что-то мне подсказывает что какая-то снова кривизна кривизна по части отверстий что-ли странно крепится как будто ему что-то не хватает так болтик туда тяжело прям попадать немножко непродуманная конструкция корпуса но мы переживем за 1750 рублей претензий в принципе по корпусу минимум работает он нормально из такой и не сильно тонкой фольги ну и не толстый конечно вес у него там небольшой но по крайней мере повторюсь у нас бюджет все должно упереться в бюджет протягиваем все болтики протянули и вот теперь наш саташный разъем он плоский чем удобно он здесь идеально садится не выламывая тем самым гнездо SSD диска и здесь вот мы так же его отправляем я опять делаю и вам не видно сюда вот мы его отправляем там где у нас зашли разъемы для подключения к материнской плате передней панели компьютера и здесь уже выбираем вот у него SATA1 пусть будет у него SATA1 вот так возвращаемся обратно у нас есть так поверну проводов которые нужно аккуратно уложить для начала нам надо подключить наш SSD диск возьмем для этого какую-то линию вот допустим вот так SSD подключен айдэшный разъем уже никуда не надо будет у нас уже нет такого пока оборудования можно в принципе потихонечку собирать все это дело чтобы оно не болталось здесь особо никто ничего не увидит но провода старайтесь собирать так чтобы они легли более-менее плоском виде удобно кстати вот один из плюсов этих блоков о которой кстати я забыл сказать одна из причин покупки это то что у него плоские провода плоские провода это удобно потому что их спрятать проще когда их много чем ту же косу материнской платы которая просто отвратительно здесь ложится когда мало места с тыльной стороны корпуса здесь на месте его не сильно много есть небольшой выступ но повторюсь небольшой выступ наверное вот так основную косу здесь закрепим и будем собирать уже дополнительные провода они нам здесь не нужны например питание видеокарты но в будущем если что-то сюда ставить делать апгрейд обновлять то они пригодятся их вытащите аккуратненько и используйте уже по назначению разъемы у нас так ложатся в кучку также мы зацепим вот этой скобкой сразу провода которые пошли с передней панели выведем их максимально оттуда с корпуса и наверное сюда надо было взять проволоку подлиннее возможно возможно а точно у нас есть еще одна проволока для этого крепления там где-то в комплекте с блоком питания лежат стяжки но минусы стяжек что они одноразовы эта проволока тоже конечно не переживет наверное если ее раз 100 раскрутить и закрутить но по крайней мере на 5-6 раз ее точно хватит если вы будете что-то переделывать забираем эти провода тоже сюда наверное мы сделаем косу USB и аудио она у нас немножечко в натяг пойдет поэтому мы ее будем забирать сразу же но есть у нас еще 4 провода от индикации кнопок они идут с таким запасом я их обычно вот так беру загибаю чуть подзакручиваю и уже натягиваю на место как-то так грубо конечно но сейчас на камеру делать лучше наверное у меня не получится неудобно одновременно это показывать и собирать накрываем все это дело крышкой задней она здесь когда вы все уложите близко к корпусу она сюда ложится идеально нигде никаких щелей не получается когда делают кучкой сюда можно просто убереться и закроется но с трудом все таки лучше максимально уложить чтобы было плоско возвращаемся примерно вот так вот все получилось аккуратненько красивенько здесь провода здесь здесь не сильно красивенько здесь получилось немножко торчит но вот назад прекрасно сюда ушло здесь без вариантов никак то есть есть корпусы где вот отсюда провод сразу выходит но он больше дороже и это уже не бюджет диск подключили все подключили теперь у нас охлаждение питание по охлаждению будет 3 пин тоже повторюсь из-за того что бюджет ну я думаю ему его за глаза хватит работать должно более-менее тихо теперь что какой бы не был новый процессор и новое охлаждение я всегда обезжириваю ну такая вот привычка наверное я не знаю еще с тех времен когда собирали первый компьютер был 386 286 и там даже по-моему на каких-то мы охлаждения не ставили либо обычный радиатор но потом уже когда пошли пеньки все всегда старался обезжиривать и процессор и охлаждение ровно как и там тоже меня возможно засмеют обхают или еще что-то по части термопасты я вижу как ее наносят там на каких-то обзорах да что там просто выдавливают там крестик размазывается это уже все охлаждением я возможно как старый динозавр по старой схеме да назовем так стараюсь все-таки размазывать эту термопасту поэтому сразу говорю не надо там переписать что так уже никто не делает что нужно делать по-другому что вот достаточно этих крестиков там сделать остальное все размажет охлаждение в общем вы меня не переубедите я никому не говорю что надо делать как делаю я но я буду делать по-старому паста кстати довольно густая это неплохо даже удивили даже даже пальцем не размазывается обычно ну там какой-нибудь аэрокул там паста можно так выдавить что блин вся паста выльется на материнскую плату и этим же ватным диском которым зачищал убираю с пальцев остатки чтобы не оставить здесь по черному корпусу нигде защелкивается это охлаждение тоже не сильно сложно проводом выбираете сюда ближе хотя у нас через сокет он пройдет можно чтобы а вот здесь заглушка лучше в эту сторону потому что нажимать удобнее будет в эту сторону чем в ту наверное так будет лучше зацепляем язычок один это обязательно и уже натягиваем обычно я вот так вот между лопастями пальцем надавливаю и застегиваю все готово и подаем питание на наш вентилятор охлаждения здесь тоже скобка по-другому не подключишь вот как-то так в принципе все готово можно пробовать запускать крышкой накрою пусть будет закрыто сейчас выведу изображение на монитор и будем с вами первое включение делать теперь первое включение не забывайте что вам надо включить кнопку блока питания на самом ПК на выключенном положении нажимаем на кнопку на системнике загорелась индикация заработал компьютер и здесь не нужно пугаться у меня сейчас это видеокарта выдает изображение но первое включение с новым процессором плата его инициализирует и это может происходить бывает даже до одной минуты что не появляется изображение на экране просто ждете ничего не делайте смотрите на клавиатуру должна пойти индикация сейчас только что прошла сейчас возможно было опять перезагрузка будет еще может быть одна две три видите появляется вот сейчас все определен процессор просит зайти нас в BIOS если нужно нажать на клавишу F1 и пропустить он снова перезагрузится и выйдет сейчас перезагрузится компьютер снова появится надпись стартовая также можно нажать F2 и попасть уже непосредственно в BIOS так как у нас нет установленного Windows то выдало ошибку еще раз перезагрузим и либо клавиша EDEL либо F2 мы выходим в BIOS компьютера для манипуляции каких-то настроек здесь если вы собираете компьютер под нетребовательную офисную задачу у нас встроенная графика уже в процессор как видите память оперативная у нас 8 гигабайт процессор наш AMD русский русский выбрать BIOS здесь походу еще староват нам не будем не полезем в него заходим в расширенные настройки и здесь мы с вами ищем ищем нет сюда мы не заходим так как вернуться здесь обратно здесь наверное тоже ничего не будет забыл где-то здесь настраивается память по выделяемой память на нашу видеокарту да вот здесь вот конфигурация встроенной графики здесь вы меняете вот на этот параметр и вот здесь вы уже меняете сколько памяти уйдет просто на 8 гигабайтах он у вас заберет по-моему двушку на видеопамять на самом деле столько не нужно обычно для работы я выставляю 512 мегабайт чтобы больше все-таки оперативной памяти задействовалась для работы системы а не для видеокарты все перезагружаем здесь можно уже устанавливать операционную систему сейчас накачу windows 10 драйвера и уже готовую готовую windows запустим посмотрите в принципе все установлено установка десятки и драйверов заняла буквально 25 30 минут так вот я поставил аиду для какой-то диагностики хотя достаточно посмотреть как у нас работает компьютер здесь у нас по температурам датчики температура материнской платы температура процессора по мне так конечно процессор мне кажется горячеват для температуры в простое хоть и греет на 2000 оборотов так то он вообще должен быть практически холодный что у нас диспетчер задач покажет а ну у нас нагружен процессор на 99% сейчас идет какое-то скорее всего обновление потому сейчас его отпускает отпускает и температура плавненько ушла тоже все теперь понятно откуда все это у нас пошло температура завышенная того что была нагрузка при включении датчик диска показывает 40 градусов подозреваю что эта температура зашитая она не поменяется не от нас зависит что еще можно сразу говорю десятку я ставлю обычно всегда модифицированную то есть чтобы было меню как у семерки быстрое на той же панели управления выйти чтобы ничего нигде не искать но здесь уже как говорится на вкус и цвет вы выбираете уже самостоятельно что вам именно нужно от операционной системы кто-то windows 11 уже ставит я еще к десятке привыкаю по производительности вот у нас все характеристики здесь небольшие процессор скорость работы свойств можно посмотреть вот оперативной памяти видите 500 мегабайт забрали и у нас 7.43 доступна памяти остальное зарезервировано под видеокарту ну а так повторюсь неплохой бюджетный компьютер да вы можете меня критиковать говорить что можно было собрать дешевле из другого железа можно было купить готовый компьютер но минусы готового компьютера это как правило экономия на комплектующих мы здесь и так прошлись по бюджету там как правило идет еще бюджет не какая-то своя брендовая материнская плата блок питания не сильно мощный там по корпусу будет скорее всего такой же по оперативной памяти по диску ничего не могу сказать но были случаи когда покупаешь конфигурацию подобную а у тебя например на плате распаянный процессор и ноутбучная память то есть как бы ну с памятью еще можно смириться добавить так же модуль но вот распаянный процессор это все это замкнутый круг ты ничего туда нового уже не впаяешь соответственно когда устареет здесь ты пошел за процессором допустим взял какой-нибудь даже 5600G сюда можно поставить и на встроенном видеоядре здесь будет все тоже на распаянном уже процессоре вы пойдете за новым можно сказать новым компьютером повторюсь не критикуйте меня по части там работы сильно да какие-то пожелания я всегда стараюсь учитывать где-то что-то по сборкам даже сейчас спустя такую большую практику лет я так же учусь и что-то новое для себя добавляю если контент будет интересен то возможно в будущем мы продолжим эту тему ну а так надеюсь видео было полезным всем доброго дня до встречи не ь